Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Я думаю, что вот эта работа, она будет в 2018 году более такой активной и уже при формировании бюджета на 2019 год мы, наверное, уже сможем введить те возможности, которые появятся у субъектов для решения своих задач. Проблем очень много и мы должны откровенно об этом говорить. Вот мы получаем средства для строительства новых школ. Мы же должны вкладывать средства и в ремонт старых школ. Вот благодаря работе депутатов мы в 2017 году 60 миллионов на эти цели выделили. Но ведь на 2018 год мы опять эту цифру будем выделять из доходов, которые мы получим в 2018 году. Владимир Быков отметил, что дополнительные деньги могут быть направлены в первую очередь на решение социальных вопросов. Программа Экономика. Новый глава Минэкономики начнет с бизнес-климата. О планах Владислав Кадыров рассказал бизнес-новостям в Кирове. Он заявил, что работу начнет на посту министра экономики и развития предпринимательства Кировской области с разработки стратегии формирования комфортного бизнес-климата. Кроме того, он рассматривает возможности тиражирования некоторых практик в регионах, развития территории с особым экономическим статусом. Также Кадыров заявил, что задача государства при работе с бизнесом не мешать ему, а создавать условия для развития. Экономика. На 101. Далее информации от наших партнеров. Банки начали блокировать счета компании и предпринимателей. Только по данным на конец сентября почти полумиллиона бизнесменов по всей стране пришлось столкнуться с отказом банков от сотрудничества. Это связано с действием МИЦБ, который принуждает банки все полнее контролировать предпринимателей. С блокировкой можно столкнуться, если доля налогов и взносов, которые платит компания, менее 0,9% от ее дебетового оборота. Если компания не платит с расчетного счета зарплаты, НДФЛ или страховые взносы, не оплачивает хозяйственные услуги. Как защитить бизнес от рисков, связанных с блокировкой, рассказывает руководитель компании «Бухгалтер» и я, Татьяна Максимчук. В целом все просто. Центробанк вынуждает банки отслеживать, сколько налогов платят компании, обслуживающиеся в этих банках. Как не впасть в немилость? Две основные рекомендации. Уплачивайте налоги, сборы, страховые взносы и таможенные платежи таким образом, чтобы они превышали 0,9% от дебетового оборота компании. Если у вас ООО, то, по мнению банков, у вас должны быть устроены сотрудники. Пожалуйста, обратите внимание на этот момент, чтобы блокировка счета не стала для вас сюрпризом. Как отмечает Татьяна Максимчук, банки могут блокировать счета при наличии условий для этого, а могут не блокировать. Это создает неопределенность. Когда есть неопределенность, лучше прибегнуть к услугам специалиста. Если вы хотите оказаться в руках профессионалов, звоните 24-70-79. Компания «Бухгалтер» и я. В завершении о валютах. Доллар на сегодня 58,61. Курс евро 69 рублей 17 копеек. Ольга Болезина. Новости экономики в Кирове. Программа «Эхономика» на 101ФМ. Новости экономики в Кирове. Программа «Эхономика» на 101ФМ. Новости экономики в Кирове. Программа «Эхономика» на 101ФМ. 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 Продолжение следует...